Ведение послаблений по карантину, связанному с распространением коронавирусной инфекции, с воодушевлением было воспринято участниками музыкальных и танцевальных коллективов Берска. Кто, как не представители культуры, ощутили на себе все тяготы самоизоляции. Речь, конечно же, идет не только об отмене выступлений, но и просто репетиций. До пандемии у нас были наработки, песен, мы репетировали движения на сцене, с микрофонами репетировали. Но так как во время пандемии были запрещены вот эти все занятия, мы все равно проводили работу по скайпу. Я занималась с каждым индивидуально. Это были систематические занятия раза два, наверное, в неделю. Сейчас мы снова собрались. Ура! Я очень рада, точно так же, как и все мои дети. Так же мы сейчас работаем, продолжаем работать. Какие-то новые песни взяли, какие-то старые вспоминаем, отрабатываем. И готовимся, соответственно, к отчетному концерту. Несомненно, вводимые послабления позволяют не сразу всем коллективам собираться вместе и проводить репетиции одновременно. А поскольку все еще сохраняется режим повышенной готовности, все мероприятия проводятся по разработанным Роспотребнадзором нормам. В сентябре месяце городской центр культуры и досуга распахнул свои двери всем коллективам художественной самодеятельности нашего учреждения. Конечно же, пандемия диктует свои условия, и мы к ним приспосабливаемся. Со входа мы уже контролируем, чтобы все приходящие к нам гости были в масках, в том числе и участники художественной самодеятельности. Обязательно дезинфекция специальным средством, обязательно измерение температуры, и каждый руководитель обязательно ведет журнал учета температуры, и обязательно пристальное внимание у нас к тем участникам детских коллективов, которые в классах, где объявлены карантинные меры. Городской центр культуры и досуга Бердска славится своими не только детскими музыкальными коллективами, но и представителями старшего поколения. Далеко за пределами региона известны такие музыкальные коллективы, как Красная Гвоздика и потомки Ермака. А поскольку участники этих коллективов входят в категорию 60+, то есть в группу риска, то и внимание к ним особое. Те, кто возрастные группы, лиц у нас участвуют в художественной самодеятельности, они, конечно же, подписывали специальный документ, что они добровольно посещают занятия, и если себя плохо чувствуют, то не посещают занятия. В настоящее время все коллективы художественной самодеятельности городского центра культуры и досуга готовятся к открытию творческого сезона, который состоится 17 октября. Остается надеяться, что вводимые послабления будут первым шагом к возвращению в привычное для всех течение жизни той, что была до пандемии.